Всем привет! Сегодня мы разбираем восьмой тест English File Intermediate, and we are going to talk about reported speech, we are going to talk about nouns and infinitives. Если вы не знаете, что такое reported speech, то это не прямая или косвенная речь. Когда мы говорим о лексике, будем говорить о лексике здесь, мы будем говорить о работе и о покупках. Также будут у нас слова, которые образуются с помощью nouns. Мы берем существительное, из него делаем глагол. Итак, погнали! Первое. My parents were born in China. То есть это стандартное предложение, я так понимаю. Number one. So here this sentence is really difficult. Это предложение реально сложное, потому что очень многие люди делают здесь ошибку. Давайте разберем его. Что оно говорит? It's very hot. Would you mind opening или to open the window? Смотрите. Очень жарко, ты бы не мог открыть окно. Вы знаете, что ты бы не мог открыть окно. Вы можете сказать просто could you open the window? Or can you open the window? Но вы можете также использовать структуру would you mind? Нужно запомнить, что после would you mind, когда идет глагол, вам нужно использовать только opening. Would you mind opening the window? Это как бы вы не прочь открыть окно? Would you mind opening the window? Вы не прочь закрыть дверь? Would you mind closing the door? Would you mind turning off the TV? Something like this. So, не все знают это. Would you mind, после would you mind, используйте геруньи. Would you mind opening the window? Would you mind closing the door? Would you mind opening the book? Запомните этот случай. Дальше, второе предложение. I bought a new car. I have bought a new car. Я купил новую машину. И это прямая речь. Кто-то сказал, что он купил машину, он говорит, я купил новую машину. Когда вы трансформируете прямую речь в косвенную речь, говорите, что вот он сказал, что он купил машину. Здесь нужно понимать, что он, человек говорит, сейчас я купил новую машину. По состоянию на сейчас. Когда вы говорите, он сказал или Joe said, у вас уже said, уже прошедшее время. И поэтому вы делаете откат всех времен назад. Это называется backshift. Joe said he вместо have bought a new car. Вам нужно сказать had bought a new car. Have bought – это present perfect. Он поменяется на past perfect. Joe said he had bought a new car. I bought a new car. What did he say? He said he had bought a new car. Number 3. In the UK, to smoke, smoking is banned in all public places these days. В Великобритании курение запрещено во всех общественных местах сейчас. In the UK, to smoke, to smoke is banned нельзя сказать. Здесь нужно использовать герундий. Smoking is banned. Потому что герундий – это как бы такая штуковина, которая имеет характеристики глагола, что делание, курение, и характеристики существительного, что курение. То есть курение есть запрещено. Smoking is banned. To smoke is banned нельзя сказать. Smoking is banned только. Smoking is banned in all public places these days. Number 4. You must make a complaint. Make a complaint – это пожаловаться. She said I make a complaint. Здесь у вас глагол must. Если вы трансформируете прямую речь, you must make a complaint, в косвенную речь, то есть вам нужно менять, делать откат времен, то когда у вас must, вы можете не делать этого отката времен. Но смотрите, у нас здесь какие варианты. She said I could make a complaint, I had to make a complaint, и I have to make a complaint. Здесь нет must. Поэтому вспоминаем, кто у нас дружит с must. Must – оно не используется в прошедшем времени. Например, если я должен что-то сделать, I must go now, мне нужно сейчас идти, то в прошедшем времени это будет не I musted go at that time. Нужно сказать I had to go. I had to go. То есть есть глагол have to. Это как заменитель глагола must. So, you have have to, and have to is like a substitute to must verb, okay, to the verb must. So, you must make a complaint. She said, so you have said, it's past, so you need to make a backshift, you need to change tenses into past, you change have to into had to. Of course, you don't have to, you have must here, but must and have to, they are basically the same in this case. So, you say, she said I had to make a complaint. So, I think you understand. Number five. Do you like working here? Тебе нравится здесь работать? He asked me, он спросил меня, нравится ли мне здесь работать? На что здесь нужно обратить внимание? Здесь у вас вопрос. Вопрос нужно понимать, что это общий вопрос. Он нуждается в ответе да или нет. Вам нравится работать yes или no? Это общий вопрос. Если у вас общий вопрос, есть специальные правила преобразования прямой речи в косвенную речь, когда у вас общие вопросы. Как правило звучит? Оно звучит так, что вы используете специальный reporting verb. Это может быть say, это может быть tell, ask, require, advise. Их много этих глаголов. И дальше вы используете subject и verb. Но перед этим еще ставите или if, или weather. If и weather. Смотрите. He asked me if, do you like working here? He asked me if, кто? Он спросил меня, люблю ли я. If I liked. Почему liked? Потому что у вас backshift. So, he asked me if I liked. If I liked working there. Смотрите, как у нас хорошо поменялось here на there. Here меняется на there. Когда вы переводите direct speech into reported speech. Кстати, reported speech еще называется indirect speech. So, do you like working here? He asked me if I liked working here. Смотрите. Часто делают ошибку. Они считают, что здесь нужно he asked me и if I did like. If I did like. Вот это ставить. Но did не используется здесь, потому что это не вопрос. Это просто утверждение. Он меня спросил, нравится ли мне здесь работать. Это не вопрос. Это просто утверждение. Поэтому вы не делаете вопросительное предложение. У вас предложение должно быть обычное. Обычное. Вы утверждаете что-либо. То есть, утвердительное предложение. Вы ставите сначала субъект, потом глагол. Все. Вы не меняете субъект и глагол. Вы не используете do, does, did. Никаких вспомогательных глаголов в этих случаях. He asked me if или he asked me whether I liked working here. Запомните этот случай. Шестое предложение. She is really good at... Она реально сильна в чем? At... У вас есть предлог. Proposition. Если у вас есть предлог, вы всегда используете герунди. She is really good at remembering to remember, remember. She is really good at remembering names. Она реально сильна в запоминании имен. She is really good at remembering names. She is really bad at remembering names. Or she is really excellent. Превосходно. At remembering names. Не важно. Здесь главное понимать, что когда у вас preposition, после preposition, вы используете герунди. Седьмое предложение. When were you born? Где ты родился? Это прямая речь, непрямая речь. She asked him... So we are talking about a man. She... Ой, boy. She asked him when... Когда? Когда ты родился? When? И опять же, здесь мы имеем вопрос. Но здесь мы имели общий вопрос, а здесь специальный вопрос. Нам нужно вот это when повторять в специальных вопросах. Когда у нас общий вопрос, мы не повторяем when или where, потому что у него... Нас нет ни when, ни where. И глагол do мы не повторяем. Здесь у нас есть when. Мы повторяем сразу when. She asked him when... Когда он родился? Опять же таки, у нас не вопрос. Здесь нет вопросительного знака. У нас утверждение. То есть она спросила, когда он родился. She asked him when on subject родился. Глагол. When subject he родился, был рожден, was born. He was born. So, option C is the correct answer here. She asked him when he was born. Was he born? Иногда ставят. Но это ошибка. Почему ошибка? Потому что, опять же таки, у вас не вопрос. When were you born? Он — это вопрос. Казалось бы, хочется сказать... She asked him when was he born. When was he born? Это же вопрос, когда он родился. Но нет. Это не вопрос, понимаете? She asked him... Он спросил его when... Когда... He... Он родился. Она спросила. Вот. Но у вас нет вопроса здесь. Дальше. Восьмое предложение. I asked the shop assistant for help me, to help me, help me. То есть, я попросила продавца помочь мне. I asked the shop assistant. Здесь вам нужно помнить некоторые формы слов. То есть, когда у вас есть слово ask, его форма такая. Ask. Попросить somebody, кого-либо, to do something. Сделать что-либо. То есть, вам нужно сказать... I asked the shop assistant to help me, to help me. Number nine. The teacher told me... Talking. The teacher told me that I stopped talking, that I stopped talking, to stop talking. So, here we have tell somebody, сказать кому-либо, to do something. Вот такая форма этого глагола tell. Tell, tell, после tell мы ставим описательно direct object. So, the teacher told me to do what? To stop talking. To stop talking. So, stop talking is correct. Number ten. I hope your job interview goes well. Don't forget to... Don't forget to do something. To ask. Asking. Don't forget asking. Или don't forget to ask. So, опять-таки. Don't forget to ask. Because forget to do something. Don't forget to ask. Don't forget to ask. Но, когда вы говорите forget, есть вариант поставить asking. Don't forget asking. Типа, не забудь поспрашивать, но это другое. Здесь просто не забудь задать много вопросов. Don't forget to ask lots of questions. Don't forget to ask lots of questions. Don't forget to ask lots of questions. Не забудь. I hate online. You can't try anything on. So, to shop, shop, shopping. Ну, здесь очень просто. Shopping – это покупки, да, как reading. То есть, я ненавижу покупать в интернете. Ты не можешь ничего примерить. Try on – это примерять. I hate what? I hate shopping. Мне не нравится shopping. После hate, после love, после like мы используем часто герундии. I love shopping online. I hate shopping online. I can't stand. Я не переношу. I can't stand shopping online. So, shopping is good here. Number twelve. The policeman told me to drive so fast, not to drive so fast, not drive so fast. Здесь, в принципе, выбор между B и между C. The policeman told me. Но в чем здесь фишка? Фишка в том, что после tell somebody to do something у нас используется not. Нам нужно сказать not. Полицейский сказал мне не делать что-либо. Чтобы сказать не делать, нельзя использовать not drive. Not drive. The policeman told me not drive so fast. Нельзя так сказать. Почему? Потому что вам нужно использовать также to. The policeman told me not to drive so fast. Вот такое, например, предложение. Попытайся перевести это предложение. Как вы скажете? Попытайся. Попытайся это. Try перевести to translate this sentence. Try to translate this sentence. А если вы хотите сказать, что попытайся не переводить, нужно сказать, запомните это. Try not to translate this sentence. Try not to translate this sentence. Постарайся не выходить из дома. Try not to leave the house. Здесь нельзя использовать try don't leave the house. Почему? Потому что у вас главный глагол это try, это пытаться что-либо сделать. Try. Try. Don't try. Не пытайся. Вы здесь можете сказать don't. Но после try вы используете не основной глагол, вы используете инфинитив. Когда вы отрицаете инфинитив, нужно ставить not to do something. Try not to leave the house. Try not to close this video. The policeman told me not to drive so fast. So B is the correct option. And, guys, if you like this channel, if you like this video, so I would be really happy to... If you subscribe to this channel and if you click the bell notification button. Okay? Number 17. My boss doesn't let me drink coffee to drink coffee. Многие делают здесь ошибку. Смотрите, когда вы говорите let, let my people go, например, с песенки let my people go, let my people... Они говорят не to go, а просто let my people go. Let my people go. То есть они не говорят to здесь. My boss, мой начальник doesn't let me, не позволяет что делать. Мой босс не позволяет мне пить кофе во время собраний. My boss doesn't let me to drink или drink. Doesn't let me drink. Let my people go. Doesn't let me drink. To не используется со словом let. Почему? Потому что это let. Есть правило. После let не используется infinitive to. Есть в Дома, один дома эпизод небольшой, когда этот маленький мальчик говорит, что я заставил мою семью исчезнуть. I made my family disappear. I made my family disappear. Он говорит I made my family disappear. Он не говорит I made my family to disappear. Он говорит I made my family disappear. То есть здесь после let и после made, make не используется инфинитив с честизой to. Четырнадцатое предложение she me that she was French but she lived in Berlin. Она сказала, что она француженка, но она жила в Берлине. Она сказала мне. Смотрите, нельзя сказать she told me, she said me, she asked me. Если вы говорите she asked me, это она спросила. Например, she asked me if I lived in Paris. Живу ли я в Париже? She asked me, потому что какой вопрос был? Вопрос был do you live in Paris? Помните, я говорил вам, что если у вас вопрос do you live in Paris? Это вопрос, который нуждается в ответе да или нет. Общий вопрос. Тогда общие вопросы вы трансформируете в косвенную речь путем использования if или whether. То есть, she asked me if I lived in Paris. Нельзя сказать she asked me if I did live in Paris. She asked me if I lived in Paris. Но ask здесь не подходит, потому что здесь нет if. Дальше. Said. She said me, he said me. Это нельзя так говорить, потому что после said нельзя использовать direct object. Нельзя говорить she said me, he said me. Нужно сказать she told me, I told him, they told them. So she told me that she was French. Number fifteen. I'll help you. Я вам помогу. He said he helped me. He said he would help me. He said he helped me. Смотрите, здесь он сказал, что он мне поможет. He said he, мы меняем would, will на would, когда делаем косвенную речь. He said he would help me. Это очень простое предложение здесь. Шестнадцатое. I spoke to my boss. Я говорю с моим боссом. He said, и здесь мы говорим, он сказал, что он разговаривал с боссом. Spoke это прошедшее время. Когда у нас есть прошедшее время, то при трансформации, конвертировании прямой речи в косвенную речь, мы можем оставлять past simple. То есть сказать, he said that he spoke to his boss. Это нормально, но мы можем также поменять. Смотрите, у нас какие варианты. Would speak, had spoken, he speaks. У нас нет варианта spoke. Тогда мы spoke по simple меняем на past perfect, то есть будет не spoke, а had spoken. Мы делаем откат времени, этот backshift назад. He said that he had spoken to his boss. Number 17. Are you good at math? Ты силен в математике? Это вопрос, и мы говорим, she, if I was good at math, то есть она спросила, силен ли я в математике. Смотрите, здесь, как я вам говорил, силен ли я, if I, глагол was good at math, то есть здесь нет никаких, are, if I am good, if, я имею в виду, if, was I good, или как-то так. Здесь subject и глагол, subject and verb. Are you good at math? She told, нет, потому что told, после told нужно обязательно сказать, кому она сказала, told me, told him, told them. She said that, нужно сказать, she said, she said that if, это нонсенс, she asked, она просто спросила, будет asked, asked. She asked, if I was good at math. I'm saving up a new laptop. Save up, смотрите, это копить, собирать деньги. I'm saving up, present continuous, то есть я сейчас активно коплю деньги. На что? A new laptop, на новый ноутбук. Но здесь у нас есть to buy, купить, и for buying, и so I buy, что, окей, so that I could buy, можно сказать, но so I buy нельзя так говорить. I'm saving up, to do what? To buy, то есть зачем я собираю. I'm saving up, to buy a new laptop. То есть мы используем глагол, если у нас есть глагол после saving up, то он будет с infinitive of purpose, infinitive цели. Зачем? I'm saving up, я коплю. Зачем? Чтобы купить. I'm saving up, to buy a new laptop. То есть структура самого слова save up такая. Save up, to do something. Копить, чтобы сделать что-либо. Save up, to do something. But save up for something, можно сказать. I'm saving up for a new laptop. Если нет глагола, можно просто сказать I'm saving up for a new laptop. Я коплю на новый лэптоп, тогда будет for. Но здесь у нас есть слово buying, и for уже не подходит. Поэтому самый оптимальный вариант saving up, to do something. I'm saving up to buy a new laptop. Я собираю на покупку нового ноутбука. Дальше. Следующее предложение. Смотрим. Девятнадцатое предложение. Can you ask the manager? Come and see us. Come and see us. To come and see us. Вы можете попросить менеджера выйти к нам? Come and see us. Это как бы такое... Сталая фраза. Оно come and see us. Come and see us. Can you come and see us? Можете прийти к нам, увидеть нас. И здесь с менеджером то же самое. Can you ask? То же самое. The manager to come. Извините, я неправильно. To come and see us. Конечно, to. Can you ask the manager to do something? Can you ask the manager to come and see us? Come and see us. To come. Ask. Почему to come? Потому что у вас есть глагол ask. А ask используется, когда говорите, попросить кого-либо. Ask somebody SMB to do something. Somebody to do something. Сделать что-то. Can you ask the manager to come and see us? Ну, не очень хорошо здесь получается писать. I went online, finding out, for find out, to find out what's on at the cinema tonight. То есть, я зашел в интернет, чтобы узнать, что про Кати в кинотеатре сегодня вечером. I went online. Зачем? Why? To find out. Это тоже инфинитив цели. The infinitive of purpose, так называемый. I went online. Зачем? Why? I went online. Why? Чтобы узнать. To find out. Что именно узнать? What is on at the cinema tonight? Be on at the cinema. Это быть в прокате, в кинотеатре. What's on? What's on at the cinema tonight? Дальше. Vocabulary. Number one. By the way, here we have. When you can buy things more cheaply, that's sales. Sales, распродажи. Bargain. Без S. Это выгодная покупка. Bargain. Discounts, скидки. Number one. To wear clothes in a shop before you buy them. So, чтобы поносить одежду в магазине перед покупкой, это какой вариант будет правильный? Put on. Put on означает надеть. Try on – это примерять. И fit – это подходить по размеру. Здесь, конечно, когда вы хотите купить вещь в магазине, вы ее примеряете. То есть использовать нужно try on. Number two. You can find books, but not buy them at this place. То есть здесь вы можете найти книжки, но купить здесь нельзя. Bookshop, книжный магазин. Здесь вы можете купить книжки. Library. You can't buy the books in the library. So that's library. And outlet store. Outlet – это там продаются магазины такие большие, где можно купить товар с каким-то огромным дисконтом, потому что они уже эти товары после скидок или с каким-то небольшим дефектом, что-то такое. Outlet store называется. Number three. You need one of these if you want a refund. Refund. Ударение на первый слог. If you want a refund for something you've bought. Till. Till, запомните, это касса. Касса – деньги в кассе. Till. Receipt – это квитанция. Price – это цена. То есть когда вы хотите возмещение денег. A refund. A refund. When you want a refund, you need a receipt. Вам нужна именно квитанция. Number four. When you look good in something you wear. Look good in. Видите, какая прекрасная фраза. You look good in black. Вы хорошо выглядите. Вам идет черный. You look good in black. You look good in everything. Вам все идет. So when you look good in something you wear, it suits you, fits you, goes with. Goes with – это сочетаться. Ити с. То есть сочетаться. So the dress goes with the belt. Something like this. Or with the shoes. I don't know. Fit – you are talking about size. About when the size is good. It means that something fits you. This dress fits me. Means the size of the dress is perfect. These shoes fit me. Means the size of the shoes up is perfect. But here, when you are talking about looking good in something, you are talking about suits. So it suits you. Something suits you means you look good in something. Что-то вам идет. Идти будет suit. It suits me. It suits you. Number five. A building that's full of many different shops. Здание, в котором куча разных магазинов. Как называется? Department store. У него маг. Shopping mall. Торговый центр. Или outlet store. Outlet я вам объяснил. Department store. So department has just… This is a large shop where you have a lot of different departments. But they are not other stores. And shopping mall – it's a huge mall where you can have different stores of different brands. So this is a shopping mall. But some department stores right now, they are turning like into shopping malls. They are allowing other shops to be there. So, well, this is not a very good question. B. Здесь практикуется, как делать с глаголов существительные. То есть deliver – это поставлять. Когда мы говорим о доставке, мы говорим, добавляем suffix y – deliver – поставлять. Delivery – доставка. Argue – это ссориться. Argument – ссора. Attach – это прикреплять. Attachment – это вложенный файл в email. Когда вы отправляете, можете вложить файл. Вложение. То есть не денег, а именно файла. Attachment называется. Respond – если буква D. Respond – это отвечать, как респондент. А ответ будет response – отклик, реакция. Response – respond. Complain – это жаловаться. Make a complaint – подать жалобу. Поэтому жалоба будет complaint. Achieve – достигать. Достижение – achievement. Achieve – achievement. Explain – здесь не explain написано, но есть слово explain – это объяснять. Explanity – нет. Explanation. То есть explain – объяснять. Объяснение – explanation. Combine – to put together. Combine – put together. Соединять – объединять. Combination – то есть комбинация, объединение. Compense – compensation. Compensation – compensation. Компенсировать – компенсация. Compensation. Как illustrate – иллюстрировать. Illustration. Invite – invitation. И так далее. То есть это очень, 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 как бы very common. It's very common. The next. We're talking about job right now. We're going to talk about job right now. So here we have Tina. Tina's has just had a resignation, qualification, promotion. She's a senior manager now. So here you have the second sentence. У вас есть второе предложение. Оно вам помогает дать правильный ответ. Она сейчас senior. Есть junior. Есть senior. Junior – это как бы junior, младший менеджер. А senior – старший менеджер. То есть Tina has just had a... Смотрите. Resignation – это когда она ушла с работы, уволилась. Думает, да ну нафиг эту работу, уволилась-ка я. So Tina's just had a resignation. Но здесь вопрос не resignation. Qualification – квалификация? Нет. Не о ее квалификации, как специалиста. А promotion. Promotion – вы знаете, что можно делать promotion товаров. Да, быть промоутером, продвигать товары, листовки раздавать. Но можно также продвигать людей по их карьерной лестнице. Tina's just had a promotion. То есть Tina уже... Tina только что получила повышение. Она старший менеджер сейчас. Number fifteen. My current job is temporary. I'm looking for a permanent, full-time, part-time job. My current job – это моя нынешняя работа. Current – это как поток, поточная работа in Ukraine. My current job, my... This job that I have is temporary – временно. Временная работа, поэтому я ищу. Permanent – это как маркет перманентный. Temporary – это временный. А permanent – это перманентный, постоянный. То есть я ищу постоянную работу. Сейчас я в поисках. I'm looking for a permanent job. Эти два слова – full-time и part-time. Что означает? Full-time – это работа с полной занятостью. Part-time – работа с частичной занятостью. Шестнадцатое предложение. That new company looks great. Просто эта новая компания, точнее та новая компания кажется отличной. I'm going to... PPP for a job there. То есть я собираюсь, наверное, попытаться устроиться туда на работу. I'm going to work for a job. Work – здесь нельзя. Вы можете просто сказать «я собираюсь там работать». I'm going to work there. Но нельзя сказать «I'm going to work for a job». I'm going to resign. Нет. Resign – уволиться. Здесь только apply. Я собираюсь как бы попытаться устроиться на работу. I'm going to apply for a job there. Number seventeen – it's a job. I only work three hours a day. Это вот такая-то работа. Я работаю только три часа в день. Это какая работа? Full-time – с полной занятостью. Part-time – частичной занятостью. То есть занятостью или временная работа. Здесь мы говорим, если three hours a day человек только работает, то это, конечно, работа с частичной занятостью. The next – in the UK most men, большинство мужчин, retire. Retire – это уходить на пенсию. Resign – это просто бросить работу. Ну, ушел с работы. Бросил работу, уволился. Resign – увольняться. Запомните, кстати, это слово. Запишите, если вы не знаете. Resign – retire. Нужно знать. Retire – это уйти на пенсию. Вот как вы скажете. Он ушел на пенсию в 65. Как? He retired at 65. Он уволился с работы. Вот с работы. Он сам взял и уволился. Как вы скажете? Есть слово прекрасное. Resign – he resigned. Это кажется, как бы, подписать снова что-то опять. Но здесь, если вы посмотрите англо-английский словарь, то там будет написано, что это уволиться с работы. Resign. Just to quit jobs, something like this. And are self-employed – самозанятые. So, in the UK, most men resign. Уходят на пенсию. Когда? When they are 65. Когда им 65. Number 19. Juan wasn't happy in his job. So he and found another one. Хуан был несчастным на своей работе, поэтому он что сделал? Retired, was sacked, resigned. Уволился. Resigned. And found another word. Retired – это ушел на пенсию. Нет, не retired. Почему? Потому что здесь сказано, он был несчастье, он мучился, бедняга на работе, поэтому он уволился и нашел уже другую работу, поэтому retired не подходит. Was sacked – это классное слово. Вы знаете слово fired? Это когда you are fired, ты уволен, да? He was sacked. Sacked – это мешок. Это означает «его уволили». Уволили. То есть это раньше был плотник, он приходил, жил там у хозяина, ему все, ему дело ремонтировал, там строил. И когда плотника увольняли, ему давали мешок с инструментами обратно. То есть вот так. То есть он получил мешок с инструментами, оттуда эта фраза. То есть когда получаешь мешок с инструментами, это означает, что тебя больше не хотят здесь видеть, тебя увольняют. Так. А, кстати, вот очень интересный момент. Хуан wasn't happy. Он был несчастным на своей работе, мы скажем. А здесь они, видите, говорят in his job. In his job. Not on his job, but in his job. Хуан wasn't happy in his job. So he resigned and found another one. Number twenty. Diana's company was doing badly and she was made, retired, redundant, resigned. Ее сделали redundant. Здесь будет тоже запишите это условие. Redundant означает, что, ну, дела у компании Дианы были плохими. Плохи, плохи, плохими. И она попала под сокращение. Be made redundant – это попасть под сокращение. So, Diana's company was doing badly and she was made redundant. Итак, друзья, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и ждите следующих видео. Еще это не конец, но сделайте это сейчас. Пожалуйста, мне будет очень приятно. Дальше. Пронуциейшн. Пронуциейшн. Что здесь? У нас есть звук a, paid. И repair. Здесь уже не a, а air. И смотрим, что здесь. Fair. Тоже не a, а air. Поэтому paid будет. Дальше. Obtain означает получать. Obtain. Painting. Obtain. And mountain. Mountain. Поэтому здесь будет слово mountain лишнее. Email. Email. Said. Complain. Email. Email. Complain. Said. So here we have said. The next. Obtain. Air. Air. Airline. Repair. Air. So obtain. Потому что a. Дифтонг. Complain. Bargain. Выгодная покупка. Certain. Certain. Какой-то точный. Bargain. In. Certain. Complain. Complain. Жаловаться на что-либо. Complain. Дальше. Смотрим. Over time. Over time. Over time. Over time. Over time. Первый слог. Под ударением. Over time. Number seven. Experience. 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 So experience. The second syllable is stressed. Experience. Experienced. Permanent. 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 So permanent. The first syllable is stressed here. Permanent. Number nine. Qualifications. Quali-fications. 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 Кстати, что такое квалификация? Это частично означает как бы опыт работы частично, то есть опыт учения, работы, вообще квалификации, насколько квалифицированный специалист. Итак, друзья, все. Итак, друзья, все. That's it. That's the end of the video. If you like this video, please share with your friends what we've been talking about, you understood, we've been talking about reported speech, infinitives, gerunds, also we talked about work, don't forget about the words like redundant, resign, retire, save up, накапливать, копить, save up, and at the end of this video here I'm going to share some birds with the Russian translations. Вы посмотрите на слова. Также я оставлю предложения на русском и английском языке, где вы можете практиковать эти слова. Будет перевод и слов и предложений, которые очень неплохие здесь были. Все, спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...